Когда приехал президент Путин, все вопросы были уже решены. Глава государства поблагодарил за работу и, не откладывая, сообщил новость из военной сферы, которую даже в этом зале мало кто знал. Мы недавно спустили лодку очередную, новую, на атомный крейсер. И сейчас приступили к постановке на дежурство новых ракетных комплексов шахтного базирования нового поколения. Это большое событие в жизни страны и в повышении ее обороноспособности. Этого бы не могло произойти, если бы не работала должным образом финансовая схема, экономика, если бы не было соответствующего состояния оборонной промышленности. Вот те самые ракетные комплексы РС-24 ЯРС, только что заступившие на дежурство в Новосибирской области. В их основе новейшие межконтинентальные баллистические ракеты, способные преодолеть любую существующую ПРО. Сами ракеты под тентами засекречены, как и некоторые их характеристики. Но точно известно, дальность поражения 11 километров и в каждой от четырех боевых блоков, которые способны разделиться и действовать как несколько самостоятельных ракет. Размещаются они и в шахтах, и на колесах, совсем как известные Тополь-М, но только еще мобильнее. Рулевое управление изменилось, более маневренное стало, более удобное, комфортное, более грузоподъемное, более проходимое. Про атомную подводную лодку Александр Невский и Путин сказал тоже не случайно. В этот понедельник о введении ее в боевой состав ему с борта лодки докладывал министр обороны Сергей Шойгу. Весь гособоронзаказ на этот год выполнен. Это тоже показатель работы и министерства, и всего правительства. Мы сегодня не только подводили итоги, вы сами как-то говорили, даже несколько раз говорили о том, что правительство – это такой маховик, машина, которая работает постоянно. Оно не может ни расслабиться, ни уйти в отпуск. Это означает, что у правительства всегда есть набор стандартных полномочий. Но самое главное – видеть главные ориентиры. И еще раз повторю, вот эти главные ориентиры всегда задаются президентом. Избавить российскую экономику от сырьевой зависимости – это и есть ближайший ориентир. Мы в полной мере ощутили, что одной нефти недостаточно, и что нужно думать вот как раз об этих внутренних факторах развития. Нужно сокращать неэффективные издержки. Нужно думать о улучшении делового климата. Нужно работать над инфраструктурой. В присутствии руководителя Центрального банка скажу, что нужно думать и над тем, как снижать ставки коммерческих банков по кредитам для экономики. Размышления министров экономического блока в конце прервал премьер-министр, еще раз вспомнив сегодняшнюю новость. Постановка на учет нового боевого комплекса не помешает нам по бокалу шампанского. Наоборот, это стимули. Это повод. Повод хороший. Но вот бокалы шампанского поднимали уже без телекамер. Продолжение следует.